добавится добавилось так получили слуховатые 10 граммовый абрикос удалевшим качество лучше и улице или без абрикоса надо ли их плевать во первых я вам показывал год за годом улучшается до адрик плевать это будете решать вы есть такие неудачливые вещи абсолютно неудачливые это когда прямо руки чешутся привить вот это такой вот такой вопрос ну как сказать вопрос жизненный я бы привил дмитрий кузнецов был местным питомник и всех занимается в основном сережки у него больше ста сортов прекрасно все растет начинал 40 лет назад общался с болотаром упокупал у него сейчас пришел на клоновый подвой в сал-2 может быть виде поросли из батюшника вот виде порослики вопросы это уже не клоновый подвой обычно разделяет есть клоновый подвой палка вставляется в землю поливается и обрастает корнями лучше всего приживается яблони сливы могут быть еще и вишни это все потому что они терпят влагу и могут вместо того чтобы погибнуть взять и обрасти корнями вот но если он еще вот это так сказать поросли из маточника то это уже корневые отводки это совсем другое дело это как раз о чем я говорю то что у пианиста я показывал удачную прививку и то что вокруг полно корневых отводков это две большие разницы так что наверное мы на этом будем заканчивать на всем показал бесценные вещи которые никому не нужны а мне даже горько кстати я за ним деньги платил вы скажете что я перекупщик но какой же я перекупщик если это с моего саженса вырос с моего саженса который был сделан моими руками вы скажете я перекупщик да это Филиппиев вот но мы близкие друзья и мы давно уже все вместе я Филиппиев Тотаров вы покупаете не у Железова вы покупаете в феноменальном кругу в нашей саде это феноменальный круг он очень узкий нас всего несколько человек всего несколько Железов, Чернобаев, Железов Сергеев мой сын вот Тотаров, Филиппиев всех назвал ну я же не могу назвать этого Ботлера с ним в связи прорвались когда он умер я нет все я дальше не могу на эту тему говорить я сейчас расплачусь давайте заканчиваю друзья кому-то стало что-то понятнее кому-то наоборот непонятнее вот я этот вебинар посвятил науке наверное потому что позвонила Елена Александровна Савинича и сказала я Константинович вот я буду выступать на какой-то там конференции с лекцией вот она будет выступать мне хотелось чтобы вот всего этого как-то чтобы что-то у нее получилось бы не как мясничество а проблемы которые я сейчас вам рассказываю они глобальные они глобальные где-то мудрецы я не разговаривал можешь сломать шею Елена Александровна дочка моя как сломать шею вот если прям повторить то что я сказал это не будет понят это будет как тот доктор ноу который запретил меня печатать в Беларуси и вот навеяло ты будешь разговаривать с Беларусами может быть даже учить их будешь и как пройти полезию ножа чтобы отказаться от этих клонов перейти на Сенцевой подвои вот и не надо бояться что это случится то что случилось вот чтобы у людей вот это было вот это вот я же это не в магазине покупал вот это уже не в магазине и можно иметь качество можно знаете у меня так как осталось 10 минут и до конца уже выскажу вот пожалуйста выпуститься теми резервки она обиделась что ну естественно это было высказано с блестящими оскорблениями не просто на грани хамства а если была может кому-то за это морду бьют на таком было уровне сказано а смысл был такой какое имел право мой брат а потом он сослался на меня и я какое имел право учить их что нельзя вот так вот резать и она когда чуть-чуть успокоилась она привела жуткий довод вот мой адрес вот он у меня записан вот если бы та же была а вы докажите а может быть она ангел а дьявол это вы вот покажите нам это письмо где не справлю ни одной строчки ни одной запятой а я пока скажу своими словами что она там написала она написала вы утверждаете что обрезка это плохо это болезнь дерево и прочее а слушайте внимательно это очень важно а вы загляните в наши сады и что вы видите много садов где никто палец о палец не ударил заметьте никто палец о палец не ударил никто не обрезал не осветлял а они такие же больные и покрыты грибами посмотрите логика какая то есть разницы нет колечь не колечь вот эти же чистые были деревья которым никто не подходил ни разу а вот это какая логика а ты уважаемая ну не буду говорить это самую фамилию ты уважаемая не знаю сколько назвать дочка или как ты уважаемая можешь понять что ни один саженец они же не выращивают это миллионы людей выращивают десятки миллионов саженцев вот эти вот больные деревья они были посажены чаще всего с южанами вот если даже северя то есть где-то в вашем районе выращены они были посажены с этими с искореченными корнями никому в голову не приходило пометить где корневая шейка заглубил гниет вот посадил север на юг юг на север портится еще больше никто это не балансирует размеры раз их корни искалечены никто крону не убавляет вот а потом бесконечно заливать я еще не показал сколько раз их прыскают это ужас и каждый раз изощряется так купите яд поэтому уже начинается с ранней весны потом это самое перед пробуждением потом до цветения после цветения через месяц потому что это и вот так вот до самого я считаю 8-10-12 а для чего в конце яды рекламируют а тот кто этого не делает откуда у них то будет допустим ничего не делать яд не покупал с чего у них то саженцы то будут они изначально больные несчастные уроды ведь те кто занимается это из года в год я сколько показывал и вот недавно опять телеканал садьба показал он стоит возле кривого горбатого саженца покрытого этими самыми грибами белые пятна крупные покрытые вот больной несчастный у него отрезаны все ветки до высоты почти двух с половиной метров и у него в руках этот опрышкаете да шо это его толку он уже инвалид больной его ничем не поможешь ни на одну минуту ни на один этот не спасешь ни одной клетки которая умирает потому что калека а он попрышкает и говорит сейчас будем опрышкаете опрышкает вот это и есть наша действительность но если ты ученый то отлечи ты больной саженца здоровая и не делать и это и учить сплошь больные саженцы это был телеканал этот бобер только больные я понял а и саженцы больные над ними работают они здорового то не видели ему нужно показать профилактику а здоровых то нету вообще они не могут найти здорового саженца они нашли муравейника они пошли в лес и убили уничтожили лесной муравейник за что должны были быть штраф платить страшный штраф если бы нас хоть немножко понимали те кто защитник природы чат кто по долгу службы должен защищать муравейники всю страну учили и вот это тоже а вот он здоровый пожалуйста изначально здоровый те мы были а может туда уже не стоит возвращаться а второе я хотел сказать сейчас вспомню второе я хотел сказать а может хватит на счете тем более осталось пять минут а я каждой минуте дорожу и так Ирина Александровна вот потом запись не показываете мне а то вдруг на что придираться пусть не надо вот как вы пройдете по лезвию бритвы мне все не нравится там такие же эти питомники с этими уродливыми саженцами точно такие же как наши я показывал то же самое это вот я надеялся с Лукашенко как но если там я же не раз фамилию называл я думаю а вдруг министр сельского хозяйства испугается как это вдруг ему позвонят с администрации я же туда высылал книги то вы разобрали же собирайтесь менять технологию вы слышали что Сибирь вас обошла на ровном месте мне не испугались у нас регламент все закрыто как щитом зад прикрыт ну это как знаете появились на эти самые самолеты вот они бипланные четыре крыла ну естественно все это и по инструкции делалось одобряю все четыре крыла а вот он бах кто-то сказал надо на два переходить не можем вот не можем потом немцы когда нас напали вот и давай сбивать наши так называемые шачки помните как их называют бипланы и шачки давай их сбивать вот вот вам и регламент как-то на двух на четырех надежный вдруг одно отвалится три нет ребята так дальше дело не пойдет ну что до свидания вот теперь точно наше время истекло ну где-то да завтра кто-то доложит доложит скажет вот такое богатство вот она сейчас еще как раз вот такое богатство да еще в ней нет не мерзнут потому что позже цветут я показывал показывал вот и сразу в очередь уже нет простых садов простых сам собой но из института буквально со всех говорит да срочно иначе меня этот ректор директор института уволит если не перехвачив всю партию этих косточек сколько можно нам это топтаться на месте уже самим надоело тоже хотим абрикосы есть института абрикосов нет это что такое срочно уже выкупить ну попросите у него скидку он живой человек не откажет всю жизнь мечтал новой науке услужить ну на этом я расстаюсь